Привет, друзья! С вами Максим и канал Soundcheck39, а на повестке дня у нас сегодня снова вкладыши, только уже из более взрослой и дорогой лиги. Знакомимся сегодня с динамическими наушниками Smobat ST10S. Напомню, что это обновленная версия прошлогодних наушников, полюбившихся многим Smobat ST10. В магазине NiceHCK Audio Store продается две версии, как у нас ST10S Silver и старшая ST10S Gold. Silver стоит 84 доллара, Gold – 132 доллара и уже комплектуется плетеным кабелем и имеет более высокий импеданс. 150 он против 40 у нашей серебристой версии. Естественно, имеет золотистые корпусные элементы, чтобы соответствовать своему названию. Но вернемся к нашей серебристой версии, которая отличается от оригинальной, то есть обычной ST10, немного проапгрейденным динамическим излучателем, который получил трехслойную диафрагму, что должно, по заявлению производителя, повлиять на качество и количество низких частот. И некоторым изменениям, насколько я понял, подверглась акустическая камера. Остальные характеристики следующие. Излучатель динамический, диаметр его равен 15,4 мм, частотный диапазон 10 Гц, 22 кГц, чувствительность 115, плюс-минус 3 дБ, импеданс 40 Ом. Поставляются наушники в черной приятной коробке, оформленные в стиле минимализм, внутри которой мы найдем с вами сами наушники, кабель, пару обычных поролоновых амбушюр, пару амбушюр бубликов и парочку резиновых амбушюр. Чехол из материала типа замш и тонюсенький простенький мануальчик. Корпуса обновленной модели практически ничем не отличаются от корпусов наушников прошлой версии. Это по-прежнему почти целиком металлические корпуса, состоящие из двух частей. Крупной чашки с динамическим излучателем и акустической камеры, которые имеют здесь сложное строение, которые в этой версии, как я уже сегодня вам говорил, немного переработали. Однако мелкие элементы декора, друзья, здесь все-таки изменились. Так, например, внешняя сторона наушников украшена теперь стеклянной вставкой с надписью «Смобат», в то время как у первенцев, если помните, здесь был просто матовый металл, окрашенный в грязно-зеленый цвет. А наши же наушники имеют натуральный цвет алюминия. Снизу расположились вентиляционные решетки, а сверху ММСХ разъемы. Носить их можно как заушным способом, так и классическим проводом вниз. Но с посадкой за больших чашек, как и в прошлый раз, мне снова пришлось, друзья, помучиться. И очень удивительно, что в этот раз они мне лучше сели именно в заушном варианте. Но все-таки хочу предупредить людей, у которых небольшие ушные раковины, предварительно перед покупкой примерить. Если не именно эти наушники, то хотя бы какие-нибудь схожие размерами корпусов. Кабель, насколько я понимаю, перекочевал сюда от младшей модели «Смобат М1Про». Он изготовлен из посеребренной очищенной меди и покрыт жестковатой силиконовой оплеткой, которая очень любит микрофонить. Особенно если наушники носить классическим способом, проводом вниз, с заушной посадкой. Микрофонный эффект исчезает. Штекер прямой, металлический. Разветвитель здесь такой же. Заушин на кабеле нет. И вилочки с ММСХ-коннекторами наполовину здесь металлические, наполовину пластиковые. Звучат наушники с мобатости 10S почти нейтрально, детально, с тепловатыми и очень мелодичными тембрами. Здесь есть небольшой акцент на низких частотах, который имеет неплохую, но при этом незапредельную глубину из-за небольшого среза в области самых низких частот, что очень хорошо заметно на заводском графике этих наушников. Здесь есть среднее разрешение и, конечно, немного разглаженная текстура. Баз достаточно мощный, весомый, немного смягченный по краям, но при этом обладает неплохим ударом и приятным гулом, который придает общему характеру звучание, пусть и посредственную, но хорошо ощутимую глубину. Контроль в этом диапазоне очень неплохой, поэтому даже в каких-то сильно перегруженных низкими частотами композициях бас практически никогда не мешает всему остальному. Вот сколько всего я, друзья, не слушал, с таким не сталкивался. И мне понравилось слушать в этих наушниках электронную музыку, инструментальную, этно и даже тяжелую. Но все-таки басхедными эти наушники, естественно, назвать нельзя, друзья. Несмотря на то, что по сравнению с предыдущей версией количество низких частот здесь возросло, саббасов все-таки для электронной, в частности, для электронной музыки недостаточно, я считаю. Хотя если немного сильнее вдавить их пальцами в уши и придержать, то грохот и раскаты будут ощущаться уже куда более мощными и глубокими. Но здесь нужно правильно рассчитать свои силы и не перестараться, чтобы ваши пальцы вдруг не встретились внутри головы друг с другом. В качестве примера будет сегодня трек «Lady» с исполнением «Фионы Эппл». Это спокойная, легенькая и совершенно несложная песенка, по-моему, в стиле альтернативный инди-рок, в которой на всем ее протяжении вокальную партию исполнительницы сопровождает очень монотонные, мощные, раскатистые удары в большие бочки, которые эти наушники здесь вводят на порядочную глубину, создавая хорошую и плотную основу для всей композиции. Средние частоты стали совсем немного детальнее и светлее в сравнении с предыдущей версией, но не настолько, чтобы называть их какими-то там супер-пупер детальными. Но, тем не менее, я считаю, что инструментальное разделение и позиционирование здесь находится на очень высоком уровне. Тембра звучания инструментов натуральные, приятные для уха. Мужские голоса звучат весомо благодаря плотности средних, а женские очень ясно и чисто благодаря грамотному и плавному подъему на средних-высоких. Еще я обратил внимание на то, как здорово и фактурно передаются этими наушниками и звучание духовых инструментов. Порой доходят до мурашек, ну или мурашки доходят до меня. Никаких пиков, абсолютно никакой резины в ИСЧ, друзья, за все время прослушивания я не заметил. Даже в очень тяжелой и сложной музыке. Вот в качестве примера мы и будем слушать сегодня злобных исполнителей смертельного техничного металла Continuum и их заглавный трек Dzerim. Композиция достаточно зубодробительная, быстрая, злая, но преподносится этими наушниками очень адекватно. Без каши и даже без особой грязи, что я считаю очень похвально. Высокие частоты в этих наушниках не выпирают, не лезут на передний план, звучат почти вровень со всем остальным. И хотя имеют неплохую протяженность, ощущаются вполне естественными, спокойными и, главное, без всякой синтетики. Их действительно хочется, друзья, назвать просто и коротко. Натуральные чистые. Здесь нет, конечно, чрезмерной воздушности и особого блеска. Нет слоистости и замедленных атак, которых так боятся вычефобы и которых так сильно не хватает вычефилом. Но есть та самая натуральность, которую уважают многие, которые делают эти наушники пригодными для получения хорошего настроения и приятных эмоций от прослушивания буквально любой музыки. В качестве примера для высоких послушаем классную джазовую композицию Down от Jaffan, где помимо хэтов хорошо слышен звон треугольников, щеточек. Ну а главное, ребята, послушайте прекрасный и живой голос вокалиста, который великолепно, я считаю, звучит в этих наушниках. Ну и сцена почти всегда ощущается немного больше средней в ширину и такой же в глубину. Что ж, друзья, я считаю, что обновленная версия наушников получилась очень удачной и заметной среди вкладышей нового поколения. Мне кажется, что их по достоинству должны оценить и принять любители такого форфактора, а не любители привыкнуть к такому форфактору и тоже принять и полюбить. Хотя, признаюсь, что мне, например, очень сложно в них слушать музыку больше пары часов. Через некоторое время большие корпуса уже, конечно, очень сильно начинают давить на мою ушную раковину изнутри. Ну а так они действительно вышли музыкальными и очень приятными. И при этом они немного добавили в массе на низких частотах и поднаторили в деталях по сравнению с прошлой версией. Кстати, они мне чем-то совсем немного, может быть, своей подачей напомнили внутриканальные наушники Mondrop Starfield. Вот напомнили и все тут. Я не могу отделаться от этой мысли. Говорят, что в старшей версии бас сделали еще более мощным. Но этого я подтвердить не могу, друзья, так как тех у меня пока не было. Да, забыл сказать в самом начале про источники, поэтому скажу сейчас. Конечно, источники им требуются помощнее. Например, с HIDI SUP80 PRO они звучали намного проще. Их этот плеер до конца, я считаю, не раскрыл. А вот с Colorfly C10, который у меня с новым модом, уже, конечно, была совсем другая картина. Это было только мое мнение, ребята, о звучании новых кладышей с Mabat и C10s. И я, как мог, поведал вам сегодня об этом. Применив нашу скидочную схему, купить сегодня именно эту версию наушников в магазине NICE и Sikia Audio Store получится за 74 доллара. А старшую 150-омную за 119. На сегодня у меня все, друзья. Благодарю вас за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok